Из архивной записи от 24 июля 1637 года следует, что стеколщик Хендрик Гиллис ван Бейрен, вдовец, имеет пятерых детей, в том числе 16-летнего Абрахама. Очевидно, родился Абрахам ван Бейрен в 1620 или 1621 году. Место его рождения устанавливается из регистрационной записи его брака с Эмерентией Стерке от 10 апреля 1639 года, в которой указано, что художник Абрахам Хендрикс ван Бейрен родом из Гааги. Восемь лет спустя, 3 февраля 1647 года, он, оставшись до отцом, женился на Анне Ванден Квебору. В 1640 году он числится членом гильдии святого Луки в Гааги, а уже в 1656 году упоминается как основатель нового объединения художников. В 1657 году, судя по архивным документам, ван Бейрен проживал в Делфте. В 1669 и 1674 годах в Амстердаме. В 1674 году имя Бейрена встречается в списках гильдии святого Луки города Алкмара. В 1678 году художник переехал в Оверсхей, вблизи Роттердама, где и умер в 1690 году. Вполне очевидное предположение об ученичестве Ивана Бейрена у Питера де Пютера подтверждается натюрмортом с рыбами, находящейся в Филадельфии в Музее искусств, несущем сразу обе подписи этих художников. Однако Бейрен не только пошел дальше своего учителя в данной области, но и в остальных видах натюрморта смог сравняться с Вильямом Калфом и Яном Дэвидсом де Хэмом. Стремление красочности, умение извлекать из участвующих натюрмортной постановки предметов, проникнутые внутренним ритмом ситуации, стало важной стороной роскошных натюрмортов Абрахама Ван Бейрена. Композиционное решение изображений пиршественных столов сходно в размещении предметов относительно геометрического центра картины, которые, как правило, занимают стеклянный сосуд с лином, либо самый звучный по цвету предмет сервировки Амар. Почти во всех натюрмортах стол накрыт бархатной скатертью, реже восточным ковром, и зачастую вставлено архитектурно-декоративное обрамление, представляемое колоннами, за которыми раскрывается фрагмент панорамного пейзажа или окном с одернутым атласным занавесом. Неистащимую изобретательность показывает Бейрин в использовании контрастного взаимодействия теплых и холодных цветов, необычайно усиливающих выразительные возможности его живописи. Основываясь на действии цветового контраста, художник умело придает тому или иному цвету нужный оттенок, так помещая рядом с глубоким теплым цветом бархатной скатерти другой, менее выраженный теплый цвет доски стола. Мастер добивается восприятия этого цвета как холодного. Контрастные свойства теплых и холодных цветов используются Бейрином и при передаче пространственных соотношений. Яркий падающий солнечный свет неизменно воспринимается теплым, а тени – холодными. Искажущиеся с первого взгляда бессюжетности при внимательном рассмотрении выступают контуры ясно читаемой сентенции, как будто непосредственно взятой из стихотворения якобы Катца – «Однажды кончится все то, что в мире есть». И ключом к такому прочтению сюжета являются изображения маленьких карманных часов, неизменно присутствующих почти во всех роскошных натюрмортах Абрахама ван Бейрин. Наряду с роскошными натюрмортами, немногочисленные цветочные натюрморты мастера могут быть истолкованы как аллегорические изображения бренностей. И здесь, лежащие рядом с цветами карманные часы с открытой крышкой, могут служить ключом к раскрытию символического значения этих картин. Развивая традиции цветочного натюрморта, Бейрин вместе с тонким колористическим видением натуры, свежестью красок и сочностью рефлексов, внес в него ту особую одухотворенность, душевную теплоту, которой составляют отличительные признаки его живописи. Изображаемые им букеты несут на себе следы незримого присутствия человека, с любовью составившего цветочную композицию. Для художника продолжает оставаться важной проблемой конкретная среда, в которой помечен букет. При всей удивительной от точности и завершенности, с какими переданы детали, они очень живописны. Бейрин в полной мере оладел великой тайной музыки пространства и света, доступной лишь выдающимся живописцам. Созданная кистью мастера световоздушная среда оказывает существенное влияние на мажорное восприятие залитых золотистым светом нежных и трепетных лепестков и тонких, но упругих стебляков, слонившихся под тяжестью цветочных головок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok